военный эксперт юрий федоров с нами на прямой связи господин федоров здравствуйте добрый вечер благодарю что нашли время поговорить с нами сегодня выходной но далеко не для всех он время для того чтобы провести это как-то свободно и легко ракета попала в жилой дом в днепре и количество погибших судя по всему будет только расти поскольку чудовищные кадры завалов мы сейчас можем наблюдать которые публикуют украинские специальные службы были прилеты по жилым домам самом начале так называемые специальные военные операции как говорят в кремле теперь судя по всему их возобновили то что какое-то время кажется было затишье судя были удары по критической инфраструктуре но вот по жилым домам конкретно ну то ли не попадали то ли было что-то другое вот с чем связана эта атака как ее можно объяснить на ваш взгляд это так вообще была нацелена как я понимаю на два типа объектов первое это инфраструктурные объекты естественно тут сказать ничего нового наверное просто невозможно стратегия россии тактика но неважно заключается в том чтобы попытаться выморозить кавычках выморозить украину заставить население давить на правительство с тем чтобы то пошло пошло на капитуляцию перед россией ну политическую капитуляцию это это известно и тут ничего нового сказать невозможно но действительно старались видимо в москве как-то избегать ну таких ударов которые могут вызвать ну даже не вызвать усилить ненависть ненависть рядовых жителей украины рядовых граждан украины против против россии ну понятно что никому наверное ну я бы сказал так понятно что в москве вряд ли заинтересованы в том чтобы порождать или усиливать вот такие острые негативные отношения к собственной стране не потому что в москве в кремле в москве живут и работают люди гуманистического толка заботящиеся о собственном престиже и так далее в общем есть и достаточно прагматичный расчет на то что ведь или точнее прагматичное понимание того что чем выше уровень неприятия россии чем выше уровень ненависти по отношению к россии со стороны именно простой простого населения рядовых рядовых украинцев тем тем сложнее будет тому же руководство украины если она вдруг решит пойти на какие-то уступки россии провести эти уступки оправдать эти уступки перед перед собственным народом ну тут достаточно простой понятный прагматичный политический расчет но тем не менее иногда злоба превышает или доминирует над разумом ну и появляется указание бейте куда куда хотите пусть ракеты если они не попадут на какой-то важный объект ну пусть попадут в жилой дом не им же хуже им то есть население украины тем же пусть им будет хуже но это свидетельствует то не только моральной деградации российского руководства и и тех людей которые отдают приказы и тех людей которые эти приказы выполняют но и о интеллектуальной деградации потому что злоба доминирует над рассудком можно ли сказать что этот такой почерк герасимова сейчас поскольку известная перестановка кадровая если можно считать перестановкой герасимов теперь назначен командующим вторжением в украину суровикин стал его замом ну вообще говоря за мне очень трудно сказать кто конкретно может отдавать такой приказ это может быть и суровикин который остался командующим воздушно-космическими силами собственно он несет ответственность за исполнение вот такого рода ракетных атак вполне возможно что конкретные конкретные приказы точнее на конкретно даже не приказа указания бить куда ну куда попадет пусть туда и попадет ничего то и другое хорошо и удар по жилым кварталам и удар по важным там экономическим или иным объектам на это может быть приказ суровикина но то обстоятельство что суровикин имеет право отдавать такие приказы свидетельствует о том что герасимов не может или не хочет на его останавливать его ограничивать возможно герасимов отдает сам отдает такого рода приказы но тут очень трудно сказать что происходит за толстыми стенами кремля и этих зданий зданий известного на арбатской площади где находится кенштаб очень трудно сказать мы этого не знаем но судя по всему герасимов как минимум не возражают против такого рода операций но что вы можете сказать системе пво в данном случае она не смогла отследить эту ракету но видимо не смогла раз она ее не перехватила если говорить о герасимове и суровикини вот это вот перестановка насколько это важный вообще элемент в ходе военных действий почему это произошло на ваш взгляд о я думаю что здесь целый ряд факторов был и были факторы политического порядка были факторы сугубо военного но военно организационного характера как я думаю на дело в том что мы не знаем точно объема и сферы полномочий суровикина как командующего вот этой специальной военной операции ну точнее чтобы быть точным объединенными силами войск участвующих специальной военной операции вот так называется это это должность вот вопрос в том какова его компетенция да скорее всего он имеет право надавать приказы подлежащие неуклонному исполнению но тем войскам которые приписаны к этой операции то есть вот те войска которые направлены те соединения части и так далее которые направлены для участия в войне но когда речь идет о взаимодействии с другими военными структурами там скажем с другими военными округами с военно промышленным комплексом с целым рядом структур которые отвечают за снабжение снабжение действующей армии вооружением там и всем прочим но вот тут он обязан действовать через посредства на того же герасимова и там некоторых случаях министра обороны в некоторых случаях начальника генштаба это уже зависит от характера вопроса значит его полномочия ограничены по сравнению с полномочиями начальника генерального штаба поэтому передача командования герасимову ну облегчит решение каких-то военно бюрократических вопросов ну даже не облегчит а ускорит такое решение что касается положение дел на поле боя я не думаю что тут что-то серьезно изменится потому что суровикин в общем он ведь был исполнителем тех приказов тех указаний тех стратегических разработок которые осуществлялись генеральным штабом и соответственно ну более или менее так сказать ну у него были какие-то полномочия но он не разрабатывал такого рода операции мог участвовать в разработке да это другой вопрос значит собственно я не вижу чтобы что-то кардинально изменилось на входе этой операции вот собственно и все а политический аспект ну тут знаете тут очень много разных версий бытует сейчас и широко обсуждается я я-то думаю что если опираться просто на факты которые известны ну они в общем если кратко сформулировать на не означают что путин вынужден был отступить на своем противостоянии с военной но точнее с генеральской кликой которая сформировалась довольно давно конечно сформировалась вокруг герасимова и шойгу вот попытки попытки пригожина известные да оскорбить герасимова там вот и оскорбление и прочее все это могло быть сделано только санкции путина и соответственно вопрос заключается в том зачем путину это понадобилось ну тут можно так сказать строить разные гипотезы чё я не хочу делать но факт остается фактом значит герасимов и на шойгу одержали некую аппаратную победу я бы сказал так но вместе с тем на на герасимова возложена ответственность за успех войны в украине этот успех отнюдь не гарантирован если возможно в этом какой-то символический характер как герасимов против заложного учитель против своего ученика поскольку возможно герасимов знает какие-то методы и подходы заложного и таким образом его поставили друг их поставили друг против друга может ли это носить какой-то такой символический ну и практический характер в том числе со стороны российского вы знаете мне кажется что заложный человек как мне представляется несколько ироничный и склонный к такому немножко парадоксального мышления высказываниям парадоксальным мне кажется что он немножко ну играл скажем так не хочу сказать лукавил на играл когда говорил что герасимов его учитель но хотя никогда не был его учителем так сказать личном качестве но я вроде бы заложный учился по тем разработкам по тем статьям каким-то публикациям которые принадлежат перу герасимова но принадлежат ли они перу герасимова те публикации на которые 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 видимо имел ввиду заложный но тут трудно сказать у герасимова наверняка могут быть наверняка есть масса людей которые могут ну скажем так достаточно связанные сложить его мысли на бумаги это 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 этого тоже это возможность не нужно забрасывать со счетов если говорить о творческом вкладе герасимова военную науку ну он популяризировал концепцию гибридной войны хотя должен сказать что само по себе эту концепцию придумал вовсе не герасимов я придумал такой был военный историк военный теоретик борис мейснер из эмигрантов русский да из эмигрантов жил в аргентине где он написал и опубликовал где-то по моему в конце 60-х годов книжку под названием мятеж война вот там было все написано ее потом издали в россии переиздали в россии уже в 90-е годы и она какое-то время была очень популярна среди людей занимающихся военными проблемами проблемами безопасности вот там по сути дела была сформулирована вот эта концепция гибридной войны основанная на анализе тактики вьетнамских партизан во время вьетнамской войны вот вот значит герасимов это дело ну так достаточно популярно переложил на современные условия то есть герасимов читать книги занимается плагиатом получается приписывая себе заслуги не свои в данном случае ну дело в том что очень трудно сказать присваивает или нет но это было это было пересказ идей но он же не пересказывал там дословно кстати размышлял в том же самом ключе писал в том же ключе но естественно своими словами другими словами чем это было написано в первоисточнике благодаря вам и поняли что связь герасимова и залужного на слишком преувеличена после слов залужного о том что и он мой учитель это действительно очень разошлось и воспринималось уже как-то иначе я хочу процитировать ваш пост возвращаясь к тому что сегодня произошло в днепре вы вы пишете в днепре люди кричат прося помощи из-под завалов многоэтажки разрушенной русской ракетой в москве творческая интеллигенция и люди интересующиеся искусством обсуждают судьбу дмитрия назарова и правильно ли сделал хабенский уволив актера осмелившегося критиковать власть чтобы цитата спасти театр подло и чудовищно но судьба россии предопределена гражданская война приближается спасать российскую творческую интеллигенцию и людей интересующихся искусством никто не будет они никому не нужны наши зрители также обратили внимание на пост и писали в комментариях увидели что пишет федоров надо срочно как-то на это реагировать поскольку вы обычно не замечены вот в таких вот оценках то есть как правило вы довольно довольно сдержанный даете совершенно прогноз а тут вы говорите что гражданская война приближается и услышав это от федорова наши зрители просто особенно активно стали писать и просить вас как-то это прокомментировать гражданская война с чего она может начаться какие сценарии развития возможно первое я действительно стараюсь как-то избегать эмоциональных оценок но просто потому что ну наверное такой характер не могу ничего за этого сцена другого добавить а что касается этой истории да она меня ну как-то вот сильно сильно потрясла не буду кривить душой тут ведь вопрос в том что не скорее вопрос в позиции тут 2 2 момента есть первое это позиция российской интеллигенции не только творческой кстати говоря но и научной но вообще того кого называют интеллектуальным классом но вот этот интеллектуальный класс на мой взгляд то ли сознательно то ли не сознательно закрывает глаза на тот ужас который творится в украине творится кстати говоря россии не вообще какими-то там инопланетянами россии и пытается ну как бы это сказать отмежеваться от этой проблемы уходя в обсуждение неких ну я не берусь судить насколько там кому интересны вопросы искусства великой российской культуры и и судьбы это другой вопрос это тут там очень много оценочных всяких суждений может быть а вот нежелание реагировать на вот тот ужас который творит собственная страна вот это вызывает у меня большие большое разочарование и честно говоря острое неприятие и это первое второе вот позиция интеллектуального класса это которая достаточно ясно проявляется в последние я не говорю о всех конечно есть люди которые ну просто молчат молчат потому что не понимают что высказываться опасно эта позиция понятно и претензий никаких быть не может вопросов вообще быть не может но когда пытается оправдать свою собственную свое собственное отчуждение от этой проблемы от всех этих вопросов вот это вот мне кажется глубоко аморальным но это мое моего отношения как мое суждение сугубо оценочное теперь о гражданской войне ну об этом можно говорить очень очень долго но я попробую ответить и сформулировать этот ответ достаточно коротко после ухода путина он неизбежен по тем или иным причинам но неизбежен начнется борьба за власть это тоже очень понятно просто потому что в россии нет механизма так сказать передачи власти нет механизма определения преемника демократические механизмы ну скажем определенные в конституции они естественно не работают значит ну раз нет механизма признанного всеми значит начнется борьба за власть борьба за власть очень легко переходит в паралич правящего центра авторитарного режима и этот паралич свою очередь может привести к распаду ну точнее не может приведет так как это случилось в советском союзе девяносто первом году он приводит к тому что региональные элиты начинают было брать власть и страна постепенно распадается но распадается прежде всего механизм управления бюрократической системы госаппарат а это в свою очередь приводит к фрагментации страны и сразу возникает масса проблем которые могут привести к столкновениям к вооруженным столкновениям ну так как это было на окраинах советской империи в девяносто первом даже начиная с там с конца восьмидесятых годов но тогда удалось избежать центральной гражданской войны то есть столкновение между регионами россии столкновение между россией украина и россией и белоруссией так далее но теперь вот война которая происходит это в общем следующая нынешняя фаза точнее нынешняя фаза вот той самой того самого процесса распада империи который как мне кажется будет происходить и как многие империи распадавшиеся этот распад будет сопровождаться гражданской войной ну столкновение вооруженными конфликтами между частями империи между силами борющимися за власть но так оно было очень часто много вопросов от наших зрителей и елена в частности пишет и спрашивает можно ли спасить у господина федоровна следующее путин сказал цитата мы еще не начинали даже но была такая фраза не долго незадолго до этого времени мы посмеялись но нездоровый президент россии корректно пытаюсь редактировать процессе может ли правда он сейчас начать эту большую войну начать по-настоящему собственно собственно он и ведет большую войну по моему россия напрягает все свои военные силы на другое дело что россия еще не использует ну я надеюсь что она и не будет использовать ядерное оружие просто потому что было достаточно ясное предупреждение вот соединенных штатов от великобритании что это не останется безнаказанным а вот что конкретно имели ввиду лидеры сша и великобритании мы можем только догадываться но думаю что они были достаточно серьезные убедительны а все остальное путин собственно использует и по-видимому вот это вот готовящиеся некое большое наступление с этими двумя стами тысячами мобилизованных которых по мере возможности превращают но в относительно боеспособные вот насколько боеспособны это вопрос открыт вот ну вот это и возможно путина ты имел ввиду значит забросать русскими трупами позицию позиции украины видимо так вот про пво оно вас спрашивает юрий евгеньевич сколько нужно иметь пво чтобы российские ракеты не имели возможности попадать в цели она очень дорогое спрашивает она или или его также не дают как абрамс ну видите есть некоторые подсчеты относительно того сколько каких систем пво необходимо для того чтобы более или менее надежно закрыть небо украины от авиации ну а авиация в общем играет сравнительно небольшую роль в этих бомбардировках ракеты да так вот я бы ответил так что намного больше чем то что сейчас на может получить украина страшно не намного ну скажем так в несколько раз больше вот еще вопрос все зависит конечно от того какие системы пво имеются в виду ну считайте вот зона закрытия зона поражения или зона перехвата воздушных целей типа крылатых ракет в украине для современных систем пво которые украина получает это вот ну скажем так круг площадью радио круг радиусом 40 километров для скажем для насамсов и примерно такого же размера для некоторых других систем примерно 100 120 километров для патриотов для вот этих новых франко итальянских систем которые обещаны украине ну вот площадь круга ну можно посчитать я сейчас вот так не хотел бы заниматься арифметикой площадь круга радиусом 100 километров ну вот можно посчитать сколько таких систем спрашивает у вас с может ли россия просто выпускать пороховые снаряды и пуля в огромном количестве и таким способом воевать долгие годы или такой тупой напор не сможет победить современную технику может ли кувалда победить микроскоп ну такое сравнение приводит кувалдой может конечно разбить микроскоп но в войне немножко иначе все происходит знаете я хочу рассказать вам одну историю если можно эта история правда случилась 120 лет тому назад но она достаточно характерна и показательна так вот в судане было восстание магнистов где-то в конце 19 века и ну на протяжении примерно там 20 лет англичане и властители египта тогда египет был в общем английским протекторатом пытались это восстание подавить ничего не не получалось до того момента когда когда английская армия не получила пулеметы максим и вот тогда 25 тысячный корпус лорда китченера в его была битва под дурманом где 25 тысячный английский корпус столкнулся со 100 тысячной армией магнистов и при помощи там нескольких десятков пулеметов ну практически частично уничтожил частично рассеял потери англичан были очень небольшими вот это показатель того ну один из примеров того как перспективное и ну по тогдашним понятиям наиболее современная военная техника вооружения может уничтожить победить уничтожить уничтожить разгромить армию вооруженную ну оружием предыдущего поколения скажем так зрительница несколько раз спросила попросить спросить у вас о прогнозах Иларионова есть ли у вас какое-то мнение по этому поводу честно признаюсь последние прогнозы я не попадались они мне на глаза но а вот возможно про новый этап что Путин намерен начать новый этап и большую войну наверное это имеет ввиду наша зрительница вообще насколько вот кто-то пишет что Иларионов он каким-то образом нарративы кремлевской пропаганды пытается внедрять но разные точки зрения следите ли вы за его высказываниями вы знаете я должен сказать что вообще-то я стараюсь не читать текстов господина Иларионова и я могу объяснить почему меня несколько шокировало шокировали его заявления сделанные буквально накануне войны о том что Зеленский Путин и Байден вступили в некий сговор с целью не допустить Украину в НАТО но от такого рода заявления господин Иларионов делал достаточно четко и несколько раз вот после этого его аналитические способности стали вызывать у меня очень большие сомнения спрашивает также наша зрительница когда запад даст только оружие чтобы война наконец закончилась нет сил смотреть на все это ну хотел бы узнать когда запад даст только оружие первое что касается ну запада вообще это ведь вопрос довольно сложный запад это и Соединенные Штаты и Великобритания и я не знаю Монако например тоже запад оружие в Соединенных Штатах есть достаточно тяжелых вооружений находящихся на складах для того чтобы вооружить вооруженные силы Украины тем количеством вооружений которые например запрашивал заложные 300 танков там и так далее ну для просто для ориентации если вы откроете ежегодник международного института исследований стратегических исследований он по-английски называется International Institute of Strategic Studies double I double S на жаргоне он издает журнал такой ежегодник называется Military Balance очень полезная книжка не должен сказать правда очень дорогая но неважно так вот если посмотреть на раздел посвященный Соединенным Штатам можно увидеть что скажем танки Abrams вот на складах Соединенных Штатов находятся около трех тысяч танков Abrams на складах ну вот вопрос в том когда и как какая-то часть 10 процентов этих танков будет передана Украине у меня нет ответа спрашивать нужно людей в Вашингтоне ну что ж будем следить за развитием событий и благодарим вас за то что нашли время поговорить с нами спасибо и всего доброго спасибо вам до свидания до свидания до свидания до свидания и